Федеральное военное мемориальное кладбище Российское мемориальное кладбище, расположенное в Матищинском районе Московской области на 4-й километре Осташковского шоссе. Кладбище находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации «История создания». Первое решение о создании общегосударственного понтона было принято в 1953 году постановлением Совета министров СССР, но проект не был реализован. Кладбище основано в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11 июля 2001 года. Номер 829 о федеральном военно-мемориальном кладбище для увековечения памяти военнослужащих и других граждан Российской Федерации, погибших при защите Отечества, а также имевших особые заслуги перед государством. Кладбище расположено у деревни Сгонники на севере города Матищи по Осташковскому шоссе рядом с Волковским кладбищем. Площадь его составляет 55 гектаров. Стоимость строительства 4 миллиардов рублей. Планируется, что Пантеон будет главным кладбищем России на ближайшие 200 лет. Всего на территории кладбища будет размещено около 40 тысяч захоронений. Строительство велось с 15 марта 2008 года. Художественный руководитель проекта, архитектор Сергей Витальевич Горяев. 22 июня 2013 года. Федеральное военно-мемориальное кладбище открыто. Первое захоронение состоялось 21 июня 2013 года. Были погребены останки неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области. 30 августа 2013 года патриархом московским и всеяруси Кириллом на кладбище был освящен камень в основании храма преподобного Сергия Радонежского, который был открыт в 2014 году. 27 декабря 2013 года состоялось первое отпевание в траурном зале мемориального кладбища, которое совершил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий над телом почившего МТ Калашникова. Устройство, регламент захоронения и режим кладбища. Уникальный в российской монументалистике архитектурно-художественный ансамбль делится на четыре зоны. Входную, производственную, ритуальную и зону захоронения для строительства и облицовки использованы ценные породы камня, гранит, мрамор. У главного входа в некрополе расположены величественные стелы. Черные объемные кубы на скрещении символизируют вид вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и тыл вооруженных сил. Главная центральная аллея имеет протяженность более двух километров. Вдоль нее расположены все архитектурные объекты. Функциональная часть состоит из четырех павильонов, включая расположенный под землей поминальный зал, магазин ритуальных принадлежностей, кафетерий и общественный туалет. Мост, сконструированный над балкой, символически связующий жизнь со смертью, продолжается аллея героев. На ней, прослеживая историю России от древности до наших дней, установлены 24 бронзовые фигуры воинов, стилизованные в форме шести исторических эпох. От ратников Дмитрия Донского до современных бойцов спецназа, на другом берегу моста, ритуальная зона, два траурных дома, оформленных в едином щусевском стиле. Траурные дома отличаются богатым внутренним убранством в виде мозаичных панно. Первый оформлен в государственном, державном стиле, украшен символикой в форме кремлевских башен, двуглавого орла. Второй траурный дом оформлен в военном стиле. В конце зоны захоронения установлен монумент «Скорбь» – мать с умирающим на руках сыном воином. Перед скульптурой расположена чаша с водой, символизирующая печаль. В центре водного зеркала горит вечный огонь. По обе стороны аллеи, по 15 особых участков, предназначенных под захоронение Верховных Главнокомандующих Вооруженными Силами Российской Федерации. Земельные участки для штатных захоронений имеют площадь 5 квадратных метров, 2,5 на 2 метра. На одном участке может быть погребен только один человек и впоследствии его супруг или супруга. При каждом погребении военного лица предусмотрены воинские почести, регламентированные Уставом Гарнизонной и Караульной Службы Вооруженных Сил РФ. При захоронении гражданских лиц действует регламент проведения захоронений по государственному протоколу, где также предусмотрен почетный караул, оркестр. Торжественный марш утвержден единый регламент надгробных сооружений, бюст или барельеф. Постаменты его основания изготавливаются из природного камня, в отдельных случаях они изготавливаются из бронзы. Устанавливаются не ранее, чем через один год после захоронения. Родственники могут выбрать только цвет камня. Единое требование предъявляется также к оформлению мемориальной плиты для ниши Колумбария. Она изготавливается из бронзы или черного гранита. На мемориальной плите наносится надпись с указанием почетного звания, фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти. На кладбище находятся 42 автономных эксплуатационных объекта, три вида газопровода разного давления, собственный водозаборный узел. Пантеон является режимным объектом, посещение которого возможно по паспорту захоронений либо в составе организованных экскурсионных групп. Свободный доступ всех желающих не предусмотрен. Критерии погребения. В соответствии с постановлением правительства России от 25 февраля 2004 года на Первом национальном мемориальном пантеоне подлежат погребению. Военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрены военная служба. Служба в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, погибшая при защите интересов государства, а также чести и достоинства граждан. Проявившие при этом доблесть и героизм герои Советского Союза и герои Российской Федерации. Граждане, награжденные Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Граждане, награжденные Орденом за заслуги перед Отечеством и степени. Граждане, награжденные Орденом Славы Трех Степеней или Орденом Святого Георгия Четырех Степеней. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР и территориях других государств, ветераны военной службы, ветераны государственной службы и граждане, работавшие в оборонно-промышленном комплексе, имеющие звание Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации, либо награжденные Орденом Ленина. Орденом за заслуги перед Отечеством II, III и IV степени Орденом Трудовой Славы Трех Степеней Орденом за службу Родине в Вооруженных Силах СССР Трех Степеней Президенты СССР и России Причидатели Президиума Верховного Совета СССР и Палат Федерального Собрания Российской Федерации Причидатели Совета Министров СССР и Правительства Российской Федерации Граждане, занимавшие в правительстве СССР, правительстве Российской Федерации посты министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, которых в соответствии с законодательством предусмотрена военная служба Маршалы Советского Союза, маршалы Российской Федерации, генералы армии и адмиралы флота, маршалы родов войск и специальных войск, генерал-полковники и адмиралы, лауреаты Нобелевской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации Обладатели почетных званий Народный артист СССР, Народный артист Российской Федерации, Народный художник СССР, Народный художник Российской Федерации, Народный архитектор СССР, Народный архитектор Российской Федерации, Народные учители СССР и Народные учители Российской Федерации. Другие граждане, по решению президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, с лицами, подлежащими захоронению на федеральном военном мемориальном кладбище, могут быть захоронены их умершие супруги, похороненные на кладбище. Здесь приведен неполный список только первых 16 лиц, похороненных на данном кладбище, в порядке захоронения останки неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области. Михаил Тимофеевич Калашников, конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, герой Российской Федерации, дважды герой социалистического труда, создатель автомата Калашникова, Василий Иванович Петров, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, Владимир Михайлович Круглик, заместитель директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации, генерал-полковник. Иван Петрович Мартынов, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, Сергей Павлович Непобедимый, конструктор ракетного вооружения, член-корреспондент РАН, герой социалистического труда, парит Султанович Шагалиев, военный летчик-снайпер, генерал-майор, герой Советского Союза, Владимир Гаврилович Гордиенко, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник, герой Советского Союза, Кирилл Николаевич Шамшев, ученый-физик, член-корреспондент РАН, герой социалистического труда, Владимир Федорович Кулаков, начальник главного управления воспитательной работы ВС России, генерал-полковник, член Федерального собрания Российской Федерации, Николай Иванович Чукарин, заместитель главнокомандующего войсками ПВО России, генерал-полковник, Игорь Николаевич Родионов, министр обороны Российской Федерации, генерал армии, депутат Государственной Думы России, Виктор Алексеевич Прудников, главнокомандующий войсками противовоздушной обороны Российской Федерации, генерал армии, Алексей Александрович Губарев, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза, герой ЧССР, Николай Максимович Яганов, ветеран войны, разведчик, полный кавалер Ордена Славы, Александр Савич Бежевец, советский летчик-испытатель, генерал-майор авиации, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, полный список СМ, список похороненных на Федеральном военном мемориальном кладбище.